МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Театре «Астана-Опера» прошел концерт мелодии экрана. Легкая, задорная комедия под названием «Моя парижанка» продолжает в столице череду мероприятий, посвященных французской культуре. В этом году в фестивале участвует и Карагандинский областной русский драматический театр имени Станиславского. Ежегодно в Казахстане проходят мероприятия, посвященные празднику франкофонии. Он отмечается во многих странах мира, объединяет людей, говорящих по-французски или интересующихся французской культурой. Концерты, театральные постановки, поэтические встречи проводятся сразу в нескольких городах Казахстана. В Астане, Алматы, Караганде, Костанайе, Усть-Каменогорске и Шимкенте. При поддержке посольства Франции в Казахстане и французского альянса в столицу приехал и Карагандинский русский драмтеатр имени Станиславского. Мои актеры давно уже говорят о том, что почему не поехать, не показать. В рамках праздника франкофонии по всему Казахстану. И вот так получилось, что один спектакль не поехал, а он уже готов, арт. И я решил, а почему бы и нет, надо обратиться к актерам, нужно со всеми поговорить. И мы вот это приглашение получили. Карагандинский театр показывает в столице этот спектакль впервые. Он был поставлен четыре года назад по пьесе французского сценариста Роберро Ламуре. По словам режиссера Карагандинского театра, свой выбор он остановил именно на этом произведении, потому как хотел показать истинные чувства, способные изменить человека его привычный образ жизни. История, она очень интересная, она простая, с одной стороны, забавная. О молодом человеке, который окружен четырьмя девушками, которые в него влюблены. И он не может найти, а вначале даже не ищет свою любовь. Беззаботная пора встреч с четырьмя девушками одновременно для главного героя внезапно обрывается, когда к нему приходит муж одной из его любовниц. Он требует порвать отношения с его женой, угрожая смертельной расправой. Кто же именно является супругой этого ревнивца, однако непонятно. Пытаясь избежать наказания, молодой человек все-таки встречает настоящую любовь. Эту веселую комедию успели полюбить жители во многих уголках Карагандинской области. Мы в Джисказгане были, мы в Балхаше были, мы объехали всю Карагандинскую область этой пьесы. Зритель приходит в зал, зал полон. И мы рады этому, рады, что эта простая, веселая, задорная такая пьеса, она вот бодрит. Вслед за этим спектаклем в столице последуют и другие мероприятия, посвященные французской культуре. Праздник франкофонии продлится до конца апреля. Организаторы праздника подготовили жителям и гостям столицы еще немало сюрпризов, в числе которых концерт в Театре Астана-Опера и фестиваль французского кино. Церемония открытия его состоится 25 апреля. Мадина Алданова, Культвояж Астана. В Алматы открылась выставка Марата Айнекова. Свою первую скульптуру автор выполнил, будучи еще школьником. Созданный им бюст Максима Горького до сих пор украшает двор родной школы мастера. На ретроспективной выставке известнейшего казахстанского скульптора представлено более 30 работ из фондов Государственного музея искусств и частных коллекций. Это поколение отличалось тем, что несмотря ни на какие трудности, у них была такая очень сильная жажда знаний, упорства, целестремленность, желание добиться чего-то в жизни. И действительно они добивались очень больших успехов творческих и профессиональных. Таким же был и Марат Айнеков. Самым близким для скульптора жанром был портрет. И в течение жизни он изготовил множество памятников известных общественных деятелей, ученых, поэтов, писателей, деятелей культуры, героев гражданской и отечественной войн. Таких как Сакен Сейфулин, Ибрайл Тенсарин, Каныш Садпаев, Шакен Айманов, Алия Молдогулова и многие-многие другие. Над одной из площадей Стамбула возвышается созданная им из камня фигура Абая. В настоящее время скульптуры Марата Айнекова находятся в 36 странах мира. В Алматы продолжается фестиваль камерной музыки. И этим вечером на сцене трио Андары. Джебек Кажахметова фортепиано, Динара Базарбаева-Сахаман скрипка, Таир Каратаев виолончель. Каждый из музыкантов яркая индивидуальность, владеющая прекрасной исполнительской школой и вместе с тем прекрасным чувством единства ансамбля. Вместе на сцене они уже более шести лет. Выступление коллектива Андары стало блестящим украшением фестиваля. Преподаватели говорят, что участники трио – молодое поколение музыкантов, в исполнении которых уже присутствует зрелость, мудрость и интеллект. Это большая редкость, когда такие составы так долго вместе играют. При том, что мы не являемся каким-то составом, который прикреплен к какому-то учреждению или что-то в этом роде. То есть это держится исключительно на нашей дружбе, на нашем энтузиазме. У нас достаточно обширный репертуар, который мы исполняем везде по-разному. От барокко до классики. Современная музыка у нас тоже есть в репертуаре, в том числе и трио казахстанских композиторов. Каждый из музыкальных вечеров представляет особенную грань в палитре камерной музыки. Несмотря на разнообразие составов ансамблей, жанров, стилей, направлений исполненных произведений, все было объединено целью совместного музицирования и возможностью творческого проявления замыслов. Фестиваль камерной музыки демонстрирует то высокое предназначение искусства и особенно музыки, которое выражает самые высокие смыслы, и жизненные смыслы, и запредельные, и сверхчувственные. И когда вот слышишь эту замечательную музыку, вот со вчерашнего концерта, начиная от барочной музыки до современной, понимаешь, что каждый, кто причастен, да, к работе музыкантов, просто приходит сюда, в этот зал, слушать эту замечательную музыку, понимает, какое большое дело делают наши ребята. Четыре вечера, четыре концерта, четыре радостных встречи с высоким искусством и запредельным мастерством. Эмоциональный подъем фестиваля вызвал множество обсуждений, рецензий и дискуссий о судьбах камерной музыки. До завершения фестиваля на этой сцене выступят еще множество замечательных коллективов и талантливых солистов. Арина Курьянова, Культвояж, Алматы. Композиции из всеми любимых кинофильмов исполнили солисты Театра Астана-Опера. Произведения, вошедшие в программу, прозвучали в классической обработке автора концерта Алихана Идрисова. Четыре месяца кропотливой работы, выбор репертуара и подготовка аранжировок для оркестра, хора и солистов Театра. И вот он, эффект машины времени, который в этот вечер унес зрителей в страну советов. Музыка из кинофильмов «Меня зовут Кожак», «Изжибек», «Ангел в тюбетейке», «Иван Васильевич меняет профессию», «Большая перемена», «Ирония судьбы» или «С легким паром» и еще многие другие подарили публике приятные ностальгические моменты. Каждый концерт обновляется программа. У меня каждый концерт полностью разная программа идет. Другие фильмы, другая музыка абсолютно. Больше, когда людям знакомо и это близко. Просто я на этих фильмах вырос, из-за этого их и выбрал. Композиции прозвучали в исполнении солистов Сундета Байгожина, Жанна Тапина, Татьяны Вицинской, Салтанат Бекмаганбетова, Ильтая Мустафина. Музыкант Руслан Баймурзин представил зрителям кю-энергии Сатлиндиева «Акку». Использовался в кинофильме, считается, как классика нашего казахской киномонографии «Взжибек». Даже есть легенда такая, что был нужен такой кадр, чтобы лебеди взлетели. Но долгое время они не взлетали. Тут, значит, заиграл Адамбра, заиграл сам Нургисат Лендиев. Вот именно этот кю и в этот момент начали постепенно взлетать лебеди. То есть это не миф, это не легенда, это как бы реальный такой был факт. Все выступления артистов сопровождались видеорядом из кинолента, а также обыгрывались выступающими на сцене. Такая задумка режиссера Натальи Кагадей придала концерту динамичность и непринужденность. Такие концерты тоже нужны для зрителя, основного опера. Почему? Потому что не всегда люди, постоянно слушающие классическую музыку, хотят как-то расслабиться. Интеллектуальная музыка, она подразумевает работы зрителя. А тут можно просто расслабиться и углубиться в те далекие добрые времена. В концерте также приняли участие коллективы театра «Камерный оркестр», «Камерный хор», «Мужской хор» и «Детский хор» театра «Астана-Опера». Концерт «Мелодия экрана» проходит уже в третий раз. Особенность обновленной программы в том, что в нее вошли композиции из современных кинофильмов. Альфия Хайдарова, Культвояж, Астана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова